Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. 1996 года в американской Атланте тренируются на спортивной базе Новогорск в Подмосковье. Трижды в день, два раза огневой рубеж, третий спортзал для физподготовки. Бани, бассейн, массаж и ежедневный контроль медиков о здоровье на первом плане и, конечно, никакого допинга. Наша сборная всегда была чиста, потому что нам что-то пить нецелесообразно. Единственные препараты, которые могут помочь нам для стрельбы, это адреноблокаторы, которые ловятся при самой простейшей какой-то этом анализе. Поэтому мы никогда их не пили и не пьем и не будем пить. Вот мы только своими зубами выгребаем, я вам точно говорю. Мы только вот своей силой воли с ними боремся, больше ничем. Ольга Кузнецова в основной обойме сборной страны готовится к летней Олимпиаде в Бразилии. Накануне главных стартов жизни решила впервые поделиться секретами чемпионов с молодыми спортсменами. Особое внимание уделила психологической подготовке. Когда перед выходом на старт сердце бьется 200 ударов в минуту, попадает в яблочко и побеждает тот, у кого нервы, как стальные канаты. Урок визуализации успеха самарский стрелок Игорь Шурпяк запомнил навсегда. Нужно правильно себя настраивать утром перед стрельбой, проигрывать в голове несколько раз выстрел, чтобы он был правильным и повторить его также на рубеже. Мастер-класс закончился по традиции автограф-сессии и фотографиями на память. Ведь все самарские снайперы мечтают и готовы побеждать, как и Ольга Кузнецова на Олимпийских играх. А потенциал у спортсменов есть, отмечают специалисты. Эксперты Российской футбольной премьер-лиги Российского футбольного союза по допуску футбольных полей к матчам чемпионата России разрешили крыльям советов играть на родном металлурге. Спецкомиссия проинспектировала стадион и тщательно проверила состояние газона и решила, что самарский клуб может в понедельник 11 апреля в 19.00 принять в рамках национального чемпионата столичный локомотив. За два часа до официальной игры состоится благотворительный матч между болельщиками клубов в поддержку Александра Верьянова. В середине 90-х годов прошлого века он был главным тренером крыльев советов. Сейчас футбольному специалисту срочно требуется операция в немецкой клинике. Цена лечения 75 тысяч евро, то есть 6 миллионов рублей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует...